У них уже налажены связи, шлюхи валютные, невалютные по субботам, воскресеньям, вискарик на рабочем месте. У них все есть, у них вот этого нету из-за лени, понимаете, и персональной ответственности нет. Почему ротацию не проводят, на мой взгляд, да, вот этих мобилизованных не меняют? Потому что эти 300 тысяч не хотят, чтобы домой вернулись сейчас, понимаете, непонятно, как их социализировать. Чем больше денег, тем человек успешнее. Это не работает в пиковое время. За деньги умирать, ну, дураков мало. Зачем мертвому деньги? Причем отчет нужно будет этому отправить священнослужителю по своей линии, этим по своей линии, понимаешь. Каждый должен сфотать геолокация сразу украинцев, и в следующий раз в эту палатку прилетает или уже одновременно вместе? Я хотел бы видеть, что наши штурмовые отряды, полки, дивизии, глубокими фланговыми клиниями окружали гнезда тех самых упырей, которые развязали эту братоубийственную войну между русскими, украинцами, между единым народом. Основная наша задача — сохранить ядро тех людей, которые смогут строить новый мир. Здравствуйте, товарищи! Сегодня в онлайн-студии канала «Перехват управления» у меня два замечательных русских воина. Одного из которых вы прекрасно уже знаете — это Алан Мамиев, Владикавказ. Алан, приветствую! Приветствую вас, дорогие подписчики! Алан Мамиев. Это Алан Мамиев, Владикавказ, который замечательный, который вы прекрасно знаете, и Максим Шевцов, координатор проекта «Сетевая партия», город Будзеновск. Максим, привет! Приветствую вас, приветствую вас! Друзья, я с Евгением Варшавским, государственным советником, на канале записал несколько роликов, посвященных политической работе и агитационной работе в армии, в том числе и в действующей армии. Проблема стоит в том, что, например, у меня просто этого боевого опыта нету, то есть, естественно, как человек технический, моя военно-учетная специальность — это офицер пуска зенитно-ракетного комплекса. И даже в военное время это, ну, боевая работа не глаза в глаза. То есть, психологически это я работаю с экраном, я работаю с точечками, с черточками, а не видя человека. Поэтому мы хотели с вами обсудить вот именно эти психологические моменты боевого духа армии. Это вот то, что Пушкин называл «упоение в бою», если оно есть. Я, кстати, многих ребят, которые возвращаются сейчас с линии боевого соприкосновения, очень многие ребята изговорили, что, ребята, мне бы поскорее туда-назад. Мне бы поскорее, там все яснее, и там все честнее. Но первый вопрос, и, честно говоря, хочу начать с Максима. У меня следующий. Лет 40 назад, ребят, я прочитал замечательную сатирическую книгу «Похождение бравого солдата Швейка в Первую мировую войну». Я вообще сейчас много изучаю историю Первой мировой войны, очень интересную, и русско-японскую. Так вот, там, когда Швейк попал, собственно, на передовую, когда была команда дана стрелять австро-венгерским войскам, он начал кичать, вы чего делаете, там же люди. А люди ведь были, это наши русские бойцы были там. То есть Швейк кричал, вы куда стреляете, там же люди. У меня, знаете, ребят, первый вопрос такой. А вот там, на той стороне, там люди. Вот как это воспринимается, когда ты сидишь в окопе, сидишь на передовой, в районе линии боевого соприкосновения. Максим, Алан, потом то же самое вы ответите, но хотел я сначала, чтобы Максим это же самое сказал. Максим, тебе слово. Вопрос, там сидят люди или не сидят там люди, не люди. Я правильно понимаю? Да, там люди. Там сидят люди, такие же Максима Шубцова, такие же Аланы Мамиевы. Там сидят такие же люди, как мы. Но они не хотят умирать. И поэтому, чтобы не умереть, они вынуждены убивать сами. Это, как всегда, на каждой войне происходит. Не хочешь быть убитым, убей первого. Потому что война, все грехи спишь. Вот. Там люди, там мужчины, молодые, пожилые, у которых есть жены, есть дети, есть матеря, есть сестра, братья, которым не чуждат любовь, которые воспринимают это все с точки зрения пикого времени. Они также ненавидят. Они также видят погибших своих братьев, однополчан. Они за них мстят. То же самое происходит у нас. Я, конечно, хотел бы это видеть по-другому. Я хотел бы видеть, что наши штурмовые отряды, полки, дивизии, глубокими фланговыми клиниями окружали гнезда тех самых упырей, которые развязали эту братоубийственную войну между русскими, украинцами, между единым народом, которые действительно развязали по факту, по сути гражданскую войну. Где сейчас погибают лучшие сыны общего славянского мира. И поэтому я хотел бы видеть, когда русско-украинская, ну то есть единая славянская армия, белорусская, натягивала глаз на одно место нашему геополитическому противнику. Как Аллан любит говорить, этот геополитический противник уже тысячу лет гадит всем нам, находясь в Ватикане. И мы с Алланом прекрасно хотели бы увидеть еще при своей жизни озеро с лебедями на месте Ватикана. Ну как-то так вкратце. Понимаешь, это же вопрос расчеловечивания ключевой же на войне, особенно на войне гражданской. Там же гражданская война идет. Уже и глава государства это признал, что это гражданская война. Уже так прямо сказал, идет гражданская война. А на гражданской войне убивать в разы тяжелее. Я помню, вот генерал Рохлин такой был, трагически погибший. И вот когда ему предложили звание Героя России, он сказал, что русские офицеры за убийство своих соотечественников награды не принимают. И не принял награду из рук Бориса Ельцина. Понимаете, прекрасно понимал, что в Течне тогда шла гражданская война. Да, там потом подключились боевики, там это все, исламские, там прочие арабы и прочие наемники. Но начиналось это все, это как гражданская война, развязанная преступным ельцинским режимом. Но сейчас точно такая же гражданская война идет там. Естественно, это тяжело. Правильно Макс говорит? Когда ты в эту работу уже втягиваешь, ты понимаешь, что это работа. Либо ты, либо тебя. Эта воронка начинает тебя засасывать. Как сказать, сознание начинает расчеловечиваться. Там же как? Там у тебя два варианта есть. Ты либо вот эти звериные инстинкты свои поднимешься, которые глубоко в подсознании у тебя сидят. Ты должен превратиться в такого зверя, волка, хищника, для того, чтобы выжить. Понимаешь? Но при этом не потеряв свое человеческое нутро. Когда мы вот там были, нам такую лекцию читали по этому поводу. Как-то один умный человек. Он говорит, представь, что психика человеческая, это дом. Дом твоего, говорит, сознания. Талант, твоего сознания. Все, что на чем стоит дом, это твое подсознание. Земля такая, фундамент. Это стоит дом, сознание, подсознание. Вот, говорит, когда начинаются такие вещи, как война, участие в боевых действиях, то это как будто землетрясение в твоем подсознании происходит. И он разрушает здание твоего сознания. Это разрушение может по-разному, деформации разные принимать. Человек там начинает, я не знаю, издеваться над трупами, расстреливать пленных, отрезать головы, собирать там уши, отрезать, заливать их эпоксидкой, понимаешь, дома коллекции складывать. Это все видел, понимаете? Тут разные патологии бывают. И единственный шанс, чтобы твое сознание не разрушилось, а наоборот улучшилось, это если у тебя есть идеал. Говорит, звезда это называется. Понимаете? Когда у человека есть идеальное. Вот у него есть идеальное, и тогда здание его сознания от этого стресса не разрушается, а трансформируется. Был одноэтажный дом, стал трехэтажный, понимаете? Во что-то другое превратился. Но для этого это идеальное нужно. И поэтому, говорит, во все времена, во всех воинских серьезных сообществах, начиная там с орденов, типа, я не знаю, каких-то тамплиеры, ассасины, там бог знает что еще, японские самураи, не знаю, русские витязи, у нас на Кавказе, всегда жесткие алгоритмы поведения в этой касте были всегда, понимаете? Жесткие правила, что можно, что нельзя. И за это жесточайшим образом наказывали. Как маг знает, когда вот товарищи игрушников, там участвуют у них, бывает тогда уже колеса слетают, да, в кукушка, то обычно своих же таких людей убирали, давали ему медаль за отвагу, как бы, и отправляли домой, понимаете? Потому что понимали, что все, у человека слетело. Понимаешь? А вот это слетело, на гражданской войне еще больше будет происходить. Это компенсируется чем? Алкоголем, наркотиками, и прочими разными вещами. Сейчас современная промышленность много их предоставляет, понимаешь? Либо должно быть идеальное. А у нас идеальное забрали из общества в принципе, понимаешь? Этого идеального нет. Тогда люди себе придумывают свое идеальное. Вот в наших закрытых элитных спецназах, почему у человека Вагнер? Понимаешь? Потому что они нашли идеальное в этом. Асы, Один, там, музыка Вагнера, они в этом нашли идеальное, потому что ничего другого им не давали. Не было никакого политуправления в армии, там считалось, что все просто должны за зарплату работать. Почему торгаши пришли к власти, и они же не понимают сознание этих шатриев, воинов. Они же это не понимают. Они считают, что воин это то же самое, что охранник. Вот у него есть охранник, шныр, который за ним портфель носит. И он думает, что воин в танке это то же самое, что шныр с портфелем. А это разные люди, понимаете? Это разные люди. Потому что один просто твой портфельчик носит за тобой, понимаешь, и шашлыки кушает вместе с тобой, а другой жизнью рискует. И ему, этому человеку, который жизнью рискует, нужно объяснить, а для чего он это делает? Вот для чего? Советская армия показывала чудеса героизма, потому что это идеально. Сталин и все вот эти вот люди, отвечающие за информационную работу, вкладывали их с молодых ногтей. Тридцатые годы, сороковые, да, там, и все прочее. И вкладывалось, это идеально. И тогда человек готов стоять до последнего. За что? За нашу советскую родину, понимаете? Бьется в тихо, печурки огонь, понимаете? Люди знали, за что воевали, эти образы им вкладывали. А сейчас же этого ничего не делается. То есть идеального, в принципе, в обществе нету. Считается, что все за бабки. Ну за бабки, вот, пожалуйста. А если за бабки, идеального нет. Тогда деформация сознания. Деформацию нужно, чем компенсировать? Алкоголем и наркотиками. Вот поймали же, там, показывали ролик, какие-то ребята из бывшего ЧВК Вагнер поймали наркоторговца, понимаете? На линии боевого соприкосновения практически. И кого посадили? Вагнеров посадили, понимаете? А это оказался свой нормальный наркоторговец, который обеспечивал личный состав всякого рода химическими препаратами. Это вот широко разошлось это видео. Понимаете? Почему? Потому что идеального нет, а компенсировать как-то надо. То есть нужно их неупассионарную энергию чем-то глушить. Человек приходит, он там на боевых побыл, там, три дня, вот он там в траншеи посидел, три дня вот он где-то там, не знаю, в расположении. Чем ему там заниматься? Надо же как-то стресс снять. Алкоголь, но алкоголь не очень, как сказать, востребован. Почему? Потому что алкоголь активирует психику, понимаете? И получаются небоевые потери. Пацаны начинают стреляться, бросать друг друга гранаты, понимаете? Какое количество небоевых потерь бывает, Макс прекрасно знает. У нас вот тоже, я когда там был, регулярно раз в неделю небоевые потери, кто-то гранату выронил по пиане, кто-то кого-то по пиане выстрелил, кто-то просто очередь дал, несколько человек убил, понимаете? Небоевые потери называются. От чего? От этого дела. А наркотики подавляют, они сетативные. То есть, ты лег и лежишь, понимаешь, как растение там, в каких-то своих там облаках, мультиках летаешь. Понимаешь, такого типа наркотики выдают. Ижу сидел, зависал, потом включился, пошел опять же, в неменяемом состоянии повоевал. Либо человек должен на духе топить, то есть, у него должно быть идеальное. Но это же идеальное нужно дать. Это же молодых ногтей нужно воспитывать. Это же не так, что так вот, товарища, ты снял 40 лет с печки, понимаешь, давай на войну, сейчас мы тебе привезем, товарища политрука, он тебе за 5 минут расскажет, понимаешь, за что тебе нужно умирать. Это же весь смысл в чем? Человеку нужно объяснить, за что умирать. Вот смотри, что происходит. Это меня по себе, я просто знаю. И там есть барьер такой, страх смерти. Не все его перешагивают. Кто-то там затроил, кто-то там в штабе, там все же нужны в армии, там разные нужны люди. Но есть те, кто его перешагивает. Страх смерти. Они из военных становятся воинами. И когда человек перешагнул страх смерти, для него самое страшное уже не смерть. Для него самое страшное, как сказать, мысли, которые его терзают, это то, что будет после смерти. Понимаете? И он уже хочет на пир кассам, в Альхалу, или он в рай хочет, или он в сады там какие-то еще куда-то хочет. Какое-то идеальное, которое ему до этого в голове нарисовали уже. Ему это идеально же надо нарисовать, даже этим людям духа. Да, вы, пацаны, умираете, но ваши глаза смотрят уже там, не знаю, Валькирии вас уже ждут. И вот они топят. Либо еще как-то. Но это же тоже нужно объяснять, доводить. И этого не происходит. Начинается, вот ты ролик скинул, да? Это имитация этой деятельности. Понимаешь? Имитация бурной деятельности. Но кого мы хотим обмануть? Обмануть можно кого-то в штабе, какого-нибудь дядю широкими лампасами, который только значки груди прикручивал за всю свою жизнь и дальше Москвы не выезжал. Его можно, наверное, обмануть. Он не понимает, как это все происходит в поле. А в поле это не работает. Тогда начинают парни сами искать себе идеальное. Понимаешь? Они же не могут, им нужно за что-то зацепиться. Вот за что зацепиться? У нас осетины за свою традиционную культуру начинают цепляться. Понимаете? Там за ластерджи, за того, за того. Молятся по утрам. И это им помогает. Они в этом находят опору. А люди, у которых идентичность стерли, они начинают ее придумывать себе. Понимаете? Чем смотивировать на смерть? Зарплатой невозможно. И это все еще будет последствия иметь. То, о чем мы сейчас говорим, это будет иметь последствия. Это же почему ротацию не проводят, на мой взгляд. Да, вот этих мобилизованных не меняют. Потому что эти 300 тысяч не хотят, чтобы домой вернулись сейчас. Понимаете? Непонятно, как их социализировать. Люди пересогнули страх смерти. Им нифига не страшно. Оружие современного они натарили. Уже самые умные. Понимаете? Кто не умный, тот и дома найдет. Пользоваться они им умеют. Барьера нету. Убивать человека, что таракана раздавить. Понимаешь? Такое уже в голове. Если идеального при этом нету, что с этим делать? Преступные группировки? Что это будет такое? Идеальное должно быть. А его нету. Понимаешь? И как вот нам в общество вернуть эти идеалы? Смыслы? Ценности? Если его в принципе там нету. Ценностью являются только деньги. Ну, деньги, правильно? 23 февраля большое количество рекламных роликов на видео в метро было, да? И везде весь материал был построен на то, что как экономически целесообразно защищать Родину. А потому что торгаши поэмидит. Я приводил, Женя показывал плакат из Первой мировой войны. Значит, там был плакат «Военный займ патриотично и выгодно было написано». Понимаешь? Вот. И вот суть вот это вот та же самая, да, на новых немножко технологиях, идея. Патриотично и выгодно Родину защищать. Вот понимаешь, да? Но ведь это даже не работает в тылу. Я уж про что? Я понимаю, я совершенно четко понимаю, почему наша промышленность не сможет обеспечить, ну, условно говоря, тепловизорами в нужном количестве нашу действующую армию. Пока не восстановлен Госплан в полном объеме, этого не будет, да? Но это же все звенья одной цепи. Я совершенно точно знаю, что про Макса тут абсолютно, вот я как бы это просто вижу, да? Что ты делаешь все, чтобы потери было наших ребят меньше. Наших, причем, наверняка с другой стороны линии боевого скользления тоже есть такой же Макс, который... Главное, вы, ребята, выживете, мы потом разберемся. И вообще ведь в русской традиции после боя с врагом сесть и помянуть погибших ребят, да? Погибших воинов. Ну вот смотри, я послал вам ролик, да, 30-секундный, все его же на перехвате управления знают. Это про надувной резиновый храм. Ребятам так, вы же с ними общаетесь сейчас. Я тоже общаюсь, я примерно ответ знаю тоже. Кто им там нужен? Там им нужен человек со словом сейчас там. Или им настолько не хватает боевых, реально, боевых светзащиты, чего угодно, батарей, реагерации элементарных не хватает, что про вот эту часть прополитруков, назовем их так, да, они даже и комиссаров, они даже и не думают. Им там это надо что-то? Хотя в Первую мировую тоже передвижные храмы были, такие, только на другой технологии сделали. Или первично то, что им сейчас материально нужно, и чтобы уж совсем идиотизм-то не собирали в одном месте, там, где хаймерсы достают. Это ж понятно. Вот они настоящие, это не боевые потери, когда накрывают целое подразделение, которое неизвестно для чего выставлено на плацу, ну, на условном плацу, да, в поле где-то, да, их на них сразу наводят. Вот где-нибудь, что им сейчас надо от людей слова там, или ничего не надо? Максим? Я считаю, вот лично мое мнение, которое основано на моем взаимоотношении с моими друзьями, как правило, это командиры действующие наших частей, находящихся за ленточкой, там нужны комиссары, там люди слова должны быть. Прежде всего, это должны быть те лица, которые несут слово. И слово, ну, понятно, ясно, которое, ну, рассказывает, показывает и не уводит в сторону. Ну, то есть, не лживый человек должен быть справедливый, честный, порядочный, имеющий свою точку зрения, и которую точку зрения может донести до каждого человека. Готов тут принять, не готов, это суть, не важно. Важно, чтобы был уже диалог какой-то, было зерно для дальнейшего обсуждения, рационального какое-то зерно. Есть у нас политработники, но как я вижу ситуацию? Я эту ситуацию вижу, как по аналогии 1918-х год, институт комиссаров, политработников, новая зарождающая власть, которая пришла на тот момент после разрушения Российской империи в виде большевиков, то есть институт комиссаров. Комиссар являлся помощником командира по большой части, но так как были командиры несознательны в каких-то вопросах, комиссар им помогал, то есть был братом. Так же и сейчас, я считаю, должно быть примерно то же самое. Может, не во всей армии, но на передовой так точно это должно быть. Для чего это делается? Все мы знаем, по телеграм-каналах, по других источникам информации, что зачастую наши командиры в свое время, чтобы у них не было проблем, в отчетных рапортах писали, у нас там есть гранатометы в должном количестве, у нас там есть туры в должном количестве, у нас есть работающие БПЛА, там в итоге оказалось, что нифига такого нет. И чтобы у них не было проблем, они это отправляли, время было мирно, я это говорю, до войны. А когда началась война, ну и своего, то, соответственно, появились большие-большие такие прорехи. То у КамАЗы резина вся на дырках, не новая, а бэушная 20-летней давности, то двигатель не работает, то стартер не заменен на ржавый. Ну, понимаете, о чем говорю. Был бы комиссар, он бы сказал бы, Вась, ну кого мы обманываем? Мы сейчас в бой пойдем. Из-за этого, за то, что Фелькину грамоту сейчас напишем, понятное дело, комиссия приедет с широкими лампасами, нам по голове дадут. Но кого мы обманываем? Мы же потеряем пацанов, блин, и мы не выполним самое главное свою боевую задачу. Давай писать, как есть. Командир один, ну, ему, ну, смысл. Когда есть второй человек, понимаете, брат его, комиссар, справедливый чувак, ну, человек, чувак, человек, и который действительно может так сказать по справедливости, давай мы не будем сами себя обманывать и спасем наших ребят. Давай напишем, как есть. И вот это малое, оно бы привело бы уже к минимизации тех самых потерь. Или другой пример. Командир на местах считает, что он бога схватил за бороду. И насмотревшись на все это, вот, Олан до этого говорил, у него землетрясение прошло в сознании. И он пошел не к идеалу, а наоборот деструктив. И он решает, кого казни, кого мило. Такой хан на местах. Ну, все равно меня завтра убьют, блин. И он свои патологии в черных вот этих мыслях начинает заниматься херью всякого в отношении своих солдат. Кого-то в отпуск не отпускают. У человека, допустим, жена рожает. Нет, ты не поедешь в отпуск. У кого-то мать заболела, ты не поедешь в отпуск. Кого-то там на ротацию надо, у него нога заболела, ну, элементарно, надо повезти. Он считает, что нет, он врач, сам командир, и что у него нога еще нормальная. Я с этим сталкивался, просто я к чему говорю. Не отпускают. А люди, ну, на местах видят это вопиющая несправедливость. Ну, просто тупо. И он обратиться никому не может. Потому что, значит, сейчас он обратится к кому-то там, параллельному командиру, вышестоящему, а этот же командир на этом негативе запишет в штормах, где гарантированно там, на процентов 60 он уже не выйдет из первого боя или со второго боя. Внимаете, все это на страхе. А страх он к хорошему не приведет. Должна быть справедливость. А справедливость это понесут братья. Сейчас, на мой взгляд, вот этот институт комиссаров, он необходим только для одной той цели, чтобы, ну, была справедливость рядом. Не страх, а справедливость. И от этого можно уже толкаться к диалогу, как говорит Аллан. То есть звезде, которая, ну, поведет нашу армию, понимаете, и которая даст гарантию уже на вот этой волне, по примеру, показать украинской армии, что мы не враги. И что враги те, которые действительно нас лбами столкнули. А так, как мы будем до китайской пасхи друг друга стачивать, понимаете, на этом страхе. А страх, что она дает? Ненависть дает, здравомысля не дает. Но нынешняя система нереформируема, вот, но должны поменяться энергии. Вот я смотрю, вот ты знаешь, я ведь последний раз, когда плотно с армейскими общался, это было, это уже 10 назад, я преподавал два года в кадетском корпусе. И что бы я, тренера, да, и что бы я там и не делал, да, любые действия, мне замечательно этот полковник, командующий корпус, я когда приходил чего-то ему сказать, что надо, он мне протягивал грушу, груши у него были замечательные, он говорил, у нас ешь грушу. Слушай, говорит, а давай мы с тобой посмотрим, что мы в отчете написали уже по этому поводу. То есть отчет был сделан сразу на год, вперед, то есть 1 сентября начинался учебный год, делался отчет, и в рамках этого что-то он, когда все у нас уже все сделано. Вот, ты не переживай, у нас подчет уже все в порядке, все хорошо. Как писал, господи, 50 лет в строю Игнатий, что любой командир своего непосредственного начальника боялся больше, чем врага. И поэтому отходили на заранее подготовленные позиции, спрямляли линии фронта и так далее. Алан, извини, вклинился, твое мнение, нужны ли надувные резиновые храмы, этот ролик обсуждали сейчас с Максимом, в действующей армии. И вообще, кто там сейчас нужен? Я про комиссаров скажу чуть позже, тут в свое время наткнулся на одну работу. Слушаю, Алан. Мы же не занимаемся дискредитацией, понимаете, чувств верующих, как сказать, ну, как бы. Поэтому нужны подобные религиозные учреждения всех официальных конфессий России, считаю. Понимаете, почему не подсвечен вопрос с надувными синагогами, например, понимаете, потому что нас же все участвуют, представители всех конфессий участвуют в СВО, соответственно, должно быть какое-то равноправие, а то какой-то у нас перекос получается. Опять же, хороший способ есть, как сказать, бюджеты освоить, опять же, понимаете, вот четыре, может там, или пять таких надувных палаток стоять, понимаете, всех конфессий, пожалуйста, имеют же полное право, но шутки шутками, на войне дух нужен, понимаете, кто должен быть носителем этого духа, кто должен вдохновлять, вот, раньше в воинских традициях, как сказать, таким духовным лидером, по сути, являлся командир, да, вождь, вождь молился, обращался к богам за благословением, делал какие-то обряды, и вел, он же и в бой вел, понимаете, и когда боги от него отворачивались, я помню фильм Викинги смотрел, когда там его эти говорят, по-моему, боги отвернулись от Рагнара, пора его убить, понимаете, по-моему, боги от него отвернулись, понимаете, боги отвернулись, потому что была личная и персональная ответственность за результат, а сейчас же нет никакой ответственности за результат, ну, нет ответственности за результат, ну, тебя поменяли, там, ты там, дивизия покомандовал одной, слил ее в унитаз, покомандовал другой тоже слил будет а есть как ответственность нет ты что-то отвечаешь нет понимаешь ну поменял место несения службы концепция такая как бы по такой концепции это все сделано и но люди носители смыслов и духа нужны потому что ты должен объяснять людям почему они должны умирать вот обе самый главный вопрос алексей приходит человек ты можешь ты должен умереть за чего это я должен умереть за что за яхты наших олигархов там я не знаю за заводы которые нам не принадлежат за там те шесть соток земли на которых там уже по закону нельзя там что-то выращивать и курей держать за что я должен умирать даже в материальном плане про нематериальным и даже не говорим потому что в нематериале сначала веру нужно в сердце поселишь и начал это верить хотя бы понимаете вы же бог какой бог какой конфессии конкретно бог а у нас вообще шаманизм там придерживаясь а еще там тенгри а еще еще что-нибудь понимаешь то есть человеку нужно объяснить за что он должен сложить свою голову либо на страхе как макс говорит за град отряды там пинками и все пошли ну там эффективность какая вот поэтому красная армия победила белую армию понимаете потому что одни пинками шли а другие еды идеи пошли у них идея была какая построение нового мира получилось не получилось это же другой разговор кто такие эти комиссары были даже самые такие вот партия большевиков лучших своих сынов отправила и две третьих и положила в эту гражданскую войну ленинской этой гвардии потому что они были проверены чем там ссылками лагерями выкованы были да как и держинский там и все остальные шплеяда целой было и они шли комиссарами и как через комиссарство институт еще и управление войсками происходило что пока комиссар не подпишет бумажку боеприпасов подразделение не получало понимаете без подписи товарища варшилова товарищ буденный бы ни одного килограмма овса не получил бы ни одного патрона бы не получил потому что производство патронов было в санкт-петербург в петрограде у путиловских рабочих сознательных а производства таксом как сказать фуража да у крестьян тоже контролировалась все то есть еще инструмент контроля было идея и он смысл ответ на смотрел чтобы день нами были товарищи сами эти самые офицеры до военнослужащие они же отвечали за выдвижение кадровой политикой занимались тоже комиссара не видели талантливых ребят отправляли их там на какие-то курсы ускоренные делали из них командиров пусть не серьезную работу двери они в этом заинтересованы были почему потому что защищали свое государство понимать они в это верили не строят новый мир и это они этим горели а сейчас никто ничем не горит вот как вы говорите отчитаться главное вовремя то и все понимаешь и что должно куда качественно изменить если мы хотим как бы как должен быть человек который убеждает других сам должен верить естественно конечно а как ты можешь ты ты же должен людям огонь передать а я лет пять назад читал одну книжку посвященную гражданской войне она вышла к десятилетию революции двадцать седьмой год после этого не пересдавалась по моему это алексей платонов не андрей платонов а она называлась макар карающая рука и там главный герой который был председателем революционного трибунала и он пишет своему начальству рапорт что не могу уже отпусти меня на легкую работу комиссара потому что я беру грех на душу да мне прислали законников это гражданская война который по закону за значит людей пускают в расход а я не могу я вижу этот человек но оступился ему шанс надо по закону отпусти меня на легкую работу комиссара ну так вот у меня вопрос то какой ведь об этом забывают да командир комиссар был председателем революционного трибунал возможно ли в нынешней ситуации авторитетный революционный трибунал революция это это не ленин на броневерке это антураж революция эта смена сознания смена общественных отношений это маркс показала то самое великое его достижение что он показал что революция это смена отношений отношения здесь вот как считаете вот много сейчас говорят о смерше много да это по сути революционный трибунал да но все там не катается может ли эта система которая у нас есть я не про персональные система определяется самым слабым звеном а этих слабых звенья в нашей системе почти все вот может ли эта система воссоздать эффективный с точки зрения наведения справедливого порядка в нашей стране и в армии она армия эта часть страны мы по-другому не наша армия это то же самое что что на гражданке что там те же проблемы но немножко со своим своей спецификой может ли это система сделать или все-таки должна сначала пройти смена отношений смены энергии опять с максима начну потом алла самый краеугольный камень на чем это все должно базироваться это идеология какая сегодня у нас идеология я как бы все понимаю но ходить вокруг да около одну нету смысла в такое пиковое время и диалоги у нас сегодня есть российской федерации в россии это поклонение золотом башку финансы деньги финансовая благополучность показывает твой статус чем больше денег тем больше ты статуснее то есть тем больше ты успешный человек и у нас вот это мера сравнения доносится из каждого утюга вот там у филиппа бедросовича много денег у него жопа как бы больше в острове сильных перьях вот берите пример с него хороший человек успешно понимать также и во всех сферах чем больше денег тем человек успешнее это не работает пиковое время за деньги умирать дураков мало зачем мертвому день мы с аланом много раз об этом говорили за 200 тысяч можно идти на войну за 200 тысяч мало кто захочет умирать когда проводили масса свою группа инструкторов тренировки мобилизованных знаете я смотрел на всех пацанов они не на тот момент были без боевого опыта хорошие зарплаты 200 тысяч рублей давали они на расслабоне им так все интересно как оружие там одежда я в глаза смотрю понимаю как бы люди недопонимают все серьезности этой ситуации новой современной войны я говорю вот вы стоите тут расслаблены вам всем по кайфу как бы все новое в этом а джон и ушли дети у вас остались не проблем не забуду только защищайте родину воду и вызывы стоите я вам говорю сразу 60 процентов по моему столько им говорил из вас всех погибнет говорю о погибну погибнет или там раненые будут 300 на не стоят не верят через год так оно и случилось примерно там 5 10 процентов то меня слышит я знаю что на связи со мной много людей когда которые мечтают которых я тренировал они не дадут мне собрать того на тот момент они думали что 200 тысяч рублей они получат просто так в месяц ничего серьезно не будет там они телевизор и купят амуте гитом прочее 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 а потом пошли потери огромные почему они пошли потому что там где можно было избежать все это дело малой кровью на это наверно на такие шаги минут люди не шли просто потому что они во-первых не знали а во-вторых номер они не хотели этого знать не было той самой путеводной звезды на которую надо было делать ориентиры золотой теленок золотой телец он до добра не не доведет справедливости нету взаимодействия нету братской сплоченности тоже нет все золотой телец вот это поклонение золотой маймоне это разделение это всегда было есть и будет это индивидуалисты в войне в такой серьезным против такого коллективного врага как запад победить можно только коллектива коллектив вот именно как сообщество базируется только на одном принципе на принципе справедливости не конкурентности осплоченности ну то самое идеальное о чем говорит алан маме а сегодня я вот если меня спросили какой эксперта возможно ли или устройство системы я думаю что возможно фактор человека с оружием которые выступают 400 тысяч мобилизованных в том году я думаю что будут будет еще мобилизация я уже вижу что срочников призывают погран войска национальную гвардию уход от контрактной основы комплектования нашей армии современно это все указывает на то что потихоньку система понимает что в нынешней ситуации она не жизнеспособна соответственно если люди захотят выжить руководство наши но они-то понятно уже пожилые люди захотят ли чтобы в детях были живые здоровые соответственно преобразование должны быть иначе мы не выйдем вот на вот таких принципах частного которая давлеет над общем мы у нас не получится мы великого отечественного так выиграли когда именно частное мы затушили и общественно на острие копья поставили вот этого тогда получилось справедливость начался ламп раме говорит когда нету персональной ответственности ты закосячил за тебя погибла куча людей вот недавно вот этот случай был 65 человек наших пацанов не в бою просто на голое поле выстроили не знаю для чего там значки выручать медали вешать жалобу зачитывать на кого-то икс хаммерсов два выстрела хаммерсов 65 человек из живого состояния превратились мертвое состояние не в бою подчеркиваю и за это я как понимаю никто не приняли не понес наказание потому что если бы хотели наказать и сделать прецедентом я не знаю там какое некомпетентное военное лицо вытащил бы за ухо этого негодяя который замутил вот это построение и прям на телевизор сказал вот этот полковник или генерал допустил преступную халатность по его вине погибло 65 человек наших ребят расстрелять или разжаловать в рядовые набрать штурм за если этого не произошло значит опять решили спустить все на тормозах но вот эти все вещи они откладываются в армии ребята это все видят и начинать ненавидеть вот этих некомпетентных людей которые в топку закинули не за хер собачьего такое подразделение 65 человек это считаешь штатная разведрота кадры решают все понимаешь ты можешь родить любую гениальную идею сейчас ты сел алексей лучше карла маркса взял все сформулировал лишь макс это все переработал как владимир ильич еще это все выдал а люди где которые готовы это все нести вот и говоришь по поводу реформы тебе нужно но даже но это несколько десятков тысяч людей нужны которые верят они даже что-то поверить понимаешь образ будущего должен быть которым они начнут гореть вот новый мир там построить мировую революцию не знаю там царство свободы понимаешь из царства необходимости идея в чем заключается ну какая идея у нас сейчас то есть мы воюем гражданской войны нас нато напала это понятно но мы как бы тут вторым номером как говорят в боксе сейчас действуем для того чтобы действовать первым номером для того чтобы это вот куда-то на ход идти должна же быть какая-то идея почему мы с украинцами не можем договориться потому что у нас идеи нет мы должны предложить я же вот нет нет там общался там в этих за этот за эти два года мы часто с максом там в чатах везде там у нас пикировки эти были они как то чего вы нам предложить можете но был у вас коломойский то есть наш коломойский поменяйте на вашего абрамовича но то же самое с такой же синагоги только из подмосковья они из днепропетровска понимаешь ваших олигархов на наших олигархов понимаешь и ваших этих там на наших что горит изменится ничего не изменится так за что туда война идет у нас хотя бы есть мы на своей земле за свою родину и сейчас нацию формируем они же как говорят вот в этом вот гарнире формируется новая украинская нация если мы выстоим как они говорят мы выстоим мы потом начнем двигаться наоборот вперед потому что мы свободу свою получили на халяву а на халяву ничего не бывает мы сейчас кровью с боями формируем эту украинскую государственность свою если получится нам потомки скажут спасибо то есть у них и в них идея то есть понимаешь какая бы она ни была кривая косая нам не нравится мы ненавидим бандеровцы проклятые все мы это ненавидим но она есть альтернатива в чем певец шаман в кожаных штанишках понимаете ну в чем альтернатива в какая идея поющих там каким-то не знаю женским голосом понимаете высокой октавой и и вот он должен на кого-то кого-то на что-то возбудить понимаете максимум возбуждает бабушек пенсионерок на что-то а он должен дух поднять вот вы сейчас говорили по поводу надувных храмов а как это делалось например во второй мировой я при вас участие делают думал аж какая была альтернатива то есть смысл в чем я понимаю то есть должна быть донесена идея ради которой человек должен идти умирать как эту идею доносили тогда не было извиняюсь еще резиновых у нас таких религиозных учреждений не придумали эти большевики тупые вы согласен они кинематограф начали использовать вспомните сколько было военных фильмов да и с этими песнями которые потом бойцы пели там два товарища там много-много фильмов и эти фильмы возили потому что то есть сталин понимал понимаете потому что все упрется в личность этого самого комиссара появится такой бестолковый понимаешь какие будут там у книжки не скидывали даже прочитать не прочитает отчитается а толку то никакого не будет поэтому взяли и начали использовать мастеров художественного слова артистов профессиональных доносить идеи появился кинематограф и они эти кинематографы передвижки да на этих машинах возили артисты все дух поднимали понимаете письма с фронта туда-сюда и люди понимали плюс еще идей на что-то все наша общая наши колхожи нашей фабрики наши заводы и это все вместе дало эффект такой самоотверженности понимаешь теперь даже прекрасная идея рпц чудесная идея поднять боевой дух прекрасная же идея это все идет спускается дым-дым-дым доходит до какого-то конкретного священника понимаешь он сидит у него там живот вот такой пожил пузо почесал получил указания понимаешь резиновой палатки на линии фронта в херсоне в зоне ударов хаммерсов понимаешь боевой дух подымать он как это должен делать вот как конкретно это человек должен это делать потому что тот который священнослужители это умеет делать ему не нужна резиновая палатка у нас четырнадцатом году были там батальоне восток он на боевые ходил вот такой тип был с автоматом ходил священник понимаешь он такой был по спас по себе по духу его вы войны поэтому признали за своего понимаешь но это штучная вещь была там один-два их можно по пальцам пересчитать это же директивно не делается понимаешь директивно сидел он себе нормально там у него хороший приход там живу в животик мерседесик понимаешь теперь ты его отправляешь на фронт и даешь ему прекрасную надувную палатку которая хорошая чем является мишенью понимаешь для хаммерсов потому что является это место скопления личного состава будет вот на построение ли в палатку ты их напихаешь на 50-60 человек понимаешь даже прекрасное место одним хаммерса может целый взвод там а то и батальон накрыть при желании это что же как бы ну люди то не военные которые такие придумывают комбинации если это делать далеко от линии фронта тогда кого кормлять в тылу так в тылу им как-то и так есть там вот самогон там девушки все остальное месяц там заняться это на передовой надо туфта поднимать где комиссары где были в тылу сидели что ли нет или на передовой сидели понимаете там надо дух поднимать в траншеях блиндажах парни не сытит все будет нормально сейчас прорвемся не переживайте ну или по крайней мере встать и горит один мы ждем тебя или там что-то сказать такое но он там должен быть первой линии а зачем туда нужно надувная эта штука это хорошая будет мишень для хаммерса вот на построении погибли 65 человек которого столько поместилось бы сейчас в этот надувной в религиозный как бы сказать учреждение а к ней не забывайте извините перебью когда появится такая фигня так приказном порядке вы говорить идите конечно макс ну тоже естественно потому что надо что сделать макс надо фото отчет по вот сапу отправить начальству отчет причем отчет нужно будет этому отправить священнослужителю по своей линии этим по своей линии понимаешь каждый должен сфотать геолокация сразу украинцев в следующий раз в эту палатку прилетать или уже одновременно вместе с первым же разом они против саланом ради бога митя а боги церкви резиновые публичные дома резиновые с резиновыми бабами это все релакс и релаксация в современной войне нельзя допускать скопление массового скопления ребят иначе будет рама я всегда говорил еще год назад говорил когда мы обучали мобилизованы говорю больше трех там не собирайтесь вообще забудьте про это информация которая поступала мы же это видели мы работаем с информацией оперативно работают хаммерсы далеко стреляют люди которые это придумывают у них идея хорошая можете делать там уважаемый руководитель какой-то сказал надо дух поднять прекрасно можете озвучить ваши предложения да есть предложение давайте сделаем надувные эти там передвижные ну вот хорошая идея ни один из них ни один ни второй никогда в жизни нигде на фронте даже в армии не служил понимаете им так красиво она говорит покажи во дворе ему на дулю за красиво понимаешь а где там духоподъемность в этом всем и как это директивно делать я не понимаю понимаешь как я могу заставить вас передавать огонь у вас его внутри нет вас сначала надо в самого поджечь а потом еще чтобы вы его несли и чтобы вы поняли что огонь дороже чем ваша жизнь что ваша жизнь плевать ради чего будущих поколений ради входа в рай или там не знаю ради там счастья народная ну какая-то должна быть идея сейчас ее нету понимаешь поэтому как сказать войну там позиционную можно вести а дальше что а дальше братва насчет фронта возвращаться понимаете резиновый танк тоже можно поставить и и отвлекать противник когда на на боевую надувном резиновом танке в атаку не пойдешь рано алексей резиновый танк вещь полезная для введения в заблуждение противника это полезная да но в атаку не идет ну не идет конечно да а я понимаю так полезная ведь кстати я насколько знаю вот из штатного расписания обычные выстрелковые роты ведь убрали в тринадцатом году был всегда зил 131 до который использовался для различных нужд а сейчас ведь этого нету эта машина ушла на может уйти на резиновый храм кстати ну так вот дух понимать надо то есть проблему они понимают они решение и не могут придумать проблему осознают уже все уже и все осознали это вот признак того что осознали а решение не могут придумать понимаешь меня нету знаете почему потому что нету персональной ответственности инициативы допустимы вот если бы сказали допустим алану вино человек такой серьезно лан продумай эту комбинацию, блин. Вот, либо грудь в крестах, либо жопа в кустах, понимаешь? Вот это все равно, или мне, допустим. А вот этим всем модным парням, блин, в коротких штанишках, топ-менеджерам, которые обленились, у них все есть, вы понимаете, какая-то проблема? У них все есть. У них есть куча бабла. У них уже налажены связи, там, шлюхи валютные, невалютные, по субботам воскресенье, вискарик на рабочем месте. У них все есть, у них вот это, нету из-за лени, понимаете? И персональной ответственности нету. И вот они сидят, я представляю так ситуацию, позвонили какому-то там Василию Васильевичу, 35-летнему парню, блин, и сказали, слышишь, хрен драны, блин, а у нас в армии духа нету, блин, вот. Люди не хотят погибать, надо что-то придумать. Ага, что придумать. И начинают в интернете искать в Википедии, как было в Первую мировую войну. Аналогии же допустимы? Допустимы. Мы же это понимаем, понимаем. Ага, Первую мировую так было, так, но мы приплюсуем сюда гаджеты, телефончики, тут программки. И запулили, ага. Надувная цель так. Нормально, нормально. Мы же понимаем, это все для отчетности делается. Мы это понимаем, мы все понимаем. Но зачем мы сами себя обманываем? Каждый день обмана, это ну потерь. Это жизнь. Это жизнь. Конечно. Ну, из-за этих негодяев, которые там наверху сидят, обленившиеся жирные коты, блин. Почему мы должны думать? Мы бы с Аланом и продумали бы эту комбинацию. Понимаете? И запустили бы ее там в интернет-поле. Чтобы у нас ее украли, вот эти эффективные мальчики, блин. И сказали, прибежали там в АП и сказали, вот мы придумали, как это все делать. Ты понимаешь, просто от Алексея. Я вот когда про эти дух, точнее, первый же год все эти, мы вот Максом разговор ведем. И у них первый вопрос возникает. Когда ты эти вещи говоришь, дух там, туда-сюда, смыслы. Знаешь, какой вопрос возник? Как ты думаешь, Алексей? А как это монетизировать дух? Нет. Насколько они нас сейчас денег пытаются развести, понимаешь? Да, да, да. Они по себе верят. По себе верят. Конечно. Ты понимаешь, ты ему говоришь про дух, он сразу посчитал надувные там чего-то, сразу бюджеты составил, говорит, подъем духа в армии будет стоить 100 миллиардов рублей. Тут 100 миллиардов нет, на подъем духа можем выделить 25, а 5 еще вот там куда-нибудь. Ну, давайте хоть так, понимаешь? Это же вот так все происходит. Они в чем это меряют? Вот подъем духа меряют в чем это? Вот это в чем измеряется? Они же все в деньги, понимаешь, валюту. Ну вот сейчас стачивают личный состав. Люди, люди, люди гибнут. Даже не до бесконечности, понимаешь? Задача Украины была, задача Украины единственная была. Это что сделать? Тянуть Россию туда и, соответственно, перемалывать и личный состав, и технику, и все остальное. Мы об этом с Максом говорили перед войной, где-то за год. Что такое план? За три. За три, да. Покойный Костич Ремных, когда обсуждался вопрос, что вот-вот надвигаются боевые действия, и он сказал, что все крупные игроки считают, что боевые действия будут короткие, но самостоятельная игра Англии может этот процесс затянуть очень надолго. Вот такую фразу замечательную он сказал. Англичане мастера подговорственного слова в данном случае, понимаешь? Кстати, насчет Великой Отечественной, я нашим зрителям и слушателям советую очень пересмотреть фильм военных лет, он, кстати, пьесой написан в 42-м году, пьеса Корнячука «Фронт». Она как раз посвящена некоторым ошибкам первого периода с Великой Отечественной войны, и говорят, что товарищ Сталин лично несколько правок внес в текст пьесы перед тем, как ее экранизировали. Очень советую, очень советую. Павел Тимошенко там на говно чуть не зашел, я слышал. Друзья мои, я так думаю, что события будут развиваться лавинообразно, под тяжестью собственных противоречий. В нашей стране мы можем увидеть очень много обломков различных башен из различного цвета кирпича. И, как говорил товарищ Ленин на седьмом съезде РСДРП в 2018 году, основная наша задача — сохранить ядро тех людей, которые смогут строить новый мир. Друзья, спасибо. Всего доброго. Будьте бдительны. До скорых встреч. До свидания. Спасибо.